Рычаг Здравствуйте, ребята! Тема третьего урока – простые механизмы, рычаг и условия равновесия рычага. Сегодня на уроке мы познакомимся с простыми механизмами, узнаем, какой механизм называется рычагом и с условием равновесия рычага. Но перед этим давайте повторим материал прошлого урока. Прочитайте и ответьте на следующие вопросы. Первое. Какие виды механической энергии существуют? Потенциальная энергия не кинетическая энергия. Какую энергию называют потенциальной? Потенциальной энергией называют энергию взаимодействия тел. По какой формуле можно вычислить потенциальную энергию? Потенциальную энергию можно найти по формуле MGH. От каких величин зависит потенциальная энергия? Потенциальная энергия тела зависит от массы и высоты подъема тела. В каком случае потенциальная энергия тела равна нулю? Потенциальная энергия тела равна нулю, когда тело находится на нулевом уровне. Какую энергию называют кинетической? Кинетической энергией называют энергию движения тела. А теперь переходим к рассмотрению нового материала. С древних времен для облегчения своего труда человек использовал различные механизмы, которые способны преобразовать силу человека в значительно большую силу. Еще три тысячи лет назад при строительстве пирамид в Древнем Египте тяжелые каменные плиты передвигали и поднимали с помощью простых механизмов. Простые механизмы – это приспособления или устройства, служащие для преобразования силы. Простые механизмы бывают разные, к примеру, рычаг и наклонная плоскость. Проведем мысленный эксперимент и представим, что необходимо поднять груз, например, большой камень, на некоторую высоту h. Нам предоставляется право выбрать способ подъема этого груза. Прежде всего, можно подняться с ним по вертикальной лестнице. Можно решить эту задачу иначе. Вкатить камень по наклонной плоскости на ту же высоту. Какой способ мы предпочтем? Безусловно, второй. Собственный опыт нам подскажет, что вкатывать тяжелый предмет наверх гораздо легче, чем поднимать вертикально. Можно ли предложить еще какие-либо способы для облегчения работы по подъему камня? Можно. Например, если на высоте h, закрепить блок, перекинуть через него веревку и прикрепить к одному из ее концов камень. Гораздо проще тянуть за веревку вниз, поднимая тем самым груз, чем тащить его наверх самому. Если же использовать не один блок, а два, то усилия, которые придется прикладывать к веревке, существенно уменьшатся. Из жизненного опыта мы с вами знаем, что человеку очень трудно поднять тяжелый предмет. Сила, которую он прикладывает, недостаточно, чтобы преодолеть силу тяжести предмета. Но, прикладывая ту же силу, этот предмет можно сдвинуть при помощи достаточно длинной палки. Рычага. В свое время Архимед был уверен, что не существует такого тяжелого груза, который не поднять человеку. Потому что надо было воспользоваться только рычагом. Но, к сожалению, он все-таки преувеличивал возможности человека. Ведь для перемещения Земли всего на один сантиметр руке Архимеда пришлось бы проделать путь в 1018 километров. Наклонная плоскость – это поверхность, установленная под углом горизонтальной поверхности. Наклонная плоскость позволяет преодолевать значительное сопротивление, прилагая сравнительно малую силу на большом расстоянии, чем то, на котором нужно поднять груз. Клин. Это тоже простой механизм в виде призмы, рабочая поверхность которого сходится под острым углом. Используется для раздвижения или разделения на части обрабатываемого предмета. Винт. Простейший механизм. Резьба винта в сущности представляет собой другой простейший механизм – наклонную плоскость, многократно обернутую вокруг цилиндра. и наш с вами основной простой механизм – это рычаг. Он представляет собой твердое тело, способное вращаться вокруг неподвижной опоры. Рычагов бывает два вида. Рычаги первого рода, в которых опора располагается между точками прохождения сил. И рычаг второго рода, в котором точки приложения сил располагаются по одну сторону от опоры. На рисунке представлен сверху рычаг первого рода, на нижнем рисунке – рычаг второго рода. Плечом силы называется кратчайшее расстояние от точки опоры до линии действия силы. Существует также условие равновесия рычага. Его вывел Архимед. Рычаг находится в равновесии тогда, когда силы, действующие на него, обратно пропорциональны этим силам. То есть F2 деленное на F1 равно L1, L2. То есть, чем больше мы с вами силу прилагаем, тем меньше может быть плечо. И наоборот. Чем меньшую силу мы с вами должны применить, тем более длинным будет плечо. Правило рычага лежит в основе действия различного рода инструментов, применяемых в технике и быту, там, где требуется выигрыш в силе или в пути. Выигрыш в силе мы имеем при работе с ножницами. Ножницы – это рычаг, ось вращения которого проходит через винт, соединяющий обе половинки ножниц. Действующий с силой F1 является мускулатурная сила руки человека, сжимающего данные ножницы. Противодействующей силой F2 является сила сопротивления того материала, который режут ножницами. Так как плечо силы F2 больше плеча силы F1, то мы получаем выигрыш в силе. Ножницы бывают разных видов. Канцелярские, портновские, для резки листового металла и маникюр. Обратите внимание, что в зависимости от того, какой мы с вами должны резать материал, длина плеч может меняться. К примеру, для резки литьевого металла нам с вами необходимо, чтобы плечо силы F1 было намного больше, чем плечо силы F2, чтобы было достаточно легко разрезать металл. Поэтому острия у данных ножниц являются короткими. Портновские ножницы, наоборот, имеют короткую рукоятку и длинное острие. Почему? Потому что необходимо разрезать тонкий легкий материал и при этом соблюсти прямую линию. Это наиболее удобно делать, когда длинными являются острия. В зависимости от назначений ножниц, их устройство бывает различным. Канцелярские ножницы предназначены для резки бумаги и имеют длинные лезвия и почти такие же длинные ручки. Для резки бумаги не требуется большой силы, а длинным лезвием удобно резать по прямой линии. Ножницами портнова без особых усилий разрезают ткань при ее раскрове. Линия отреза должна быть почти идеально ровной, поэтому у таких ножниц лезвие длиннее, чем ручки. Ножницы для резки листового металла имеют ручки гораздо длиннее, чем лезвие, так как силы сопротивления металла большие. И для ее уравновешивания плечо действующей силы приходится значительно увеличивать. Ну а вот в маникюрных ножницах без особых усилий обрезаются мелкие предметы, поэтому их лезвие намного короче, чем ручки. Кроме этого, похожий прибор – это кусачки. Они имеют еще большую разницу между длиной ручек и расстоянием режущей части от оси вращения. Они предназначены для перекусывания проволоки и не очень толстых гвоздей. Кроме этого, есть еще такие приборы под названием пассатижи и плоскогубцы. Пассатижами и плоскогубцами иногда приходится отворачивать или заворачивать какие-либо предметы. гайки, болты или, к примеру, вытаскивать гвозди. В этих случаях необходимо приложить большую силу, чтобы крепко удерживать предмет. Поэтому у данных инструментов очень длинные ручки. Кроме этого, рычаг применяют в машинах. Рычаги различного вида имеются у многих машин. Примерами могут служить ручки швейной машины, педали или ручной тормоз велосипеда, педали автомобиля и трактора, клавиши пианино. Это все примеры рычагов, используемых в данных машинах и инструментах. Кроме этого, существуют еще и рычажные весы. Принцип основан действия рычажных весов. Все весы, изображенные на рисунках, действуют как равнопличный рычаг. То есть, вес груза на данной чаше равен весу гирь на другой чаше. Кроме этого, существуют еще и десятичные весы. В десятичных весах плечо, которому подвешена чашка с гирями, в 10 раз длиннее плеча несущего груза. Это значительно упрощает взвешивание больших грузов. Взвешивая груз на десятичных весах, следует массу гирь умножить на 10. Кроме этого, по такому же принципу работают и весы для взвешивания автомобиля. Кроме этого, рычаги на самом деле присутствуют и в наших с вами частях тела. Они встречаются в телах животных и человека. К примеру, конечности и челюсти. Много рычагов можно указать в теле насекомых, птиц и в строении растений. Обратите внимание, когда мы с вами поднимаем какой-то предмет, мы уже с вами применяем рычаг. У нас с вами существует уже на тот момент два плеча. Плечо наше и предплечье. Центр нашего рычага в данном случае будет наш локоть. Или при перемещении у нас с вами аналогичным образом могут быть как и бедренные, так и большие и малые берцовые кости. В тазу тоже у нас с вами присутствуют рычаги. Наши пальчики тоже являются рычагами. Часто применяют рычаги и в большой промышленности. К примеру, подъемный кран. На любой строительной площадке работают башенные подъемные краны. Это сочетание рычагов, блоков и воротов. В зависимости от специальности, краны имеют различные конструкции и характеристики. К примеру, есть простой строительный кран, плавучий кран, который располагается непосредственно на лодке, и портальный кран, который перемещается с помощью рельсов. А теперь давайте закрепим материал пройденного урока. Прочитайте и ответьте на данные вопросы. Что называют простыми механизмами? Простые механизмы – это приспособления или устройства, служащие для преобразования силы. До какой цели применяются простые механизмы? Чаще всего простые механизмы применяют для выигрыша в силе или изменения ее направления. Какой простой механизм применяли в Египте при строительстве пирамид? Чаще всего для строительства пирамид применяли наклонную плоскость. Рычаг – это твердое тело, которое может вращаться вокруг неподвижной опоры. Что называют плечом силы? Плечом силы называется расстояние от точки опоры до линии действия сил. А теперь оцените свою работу на уроке. Если вы поняли весь материал урока очень хорошо и вам было интересно, можете поставить себе этот смайлик. смайлик. Если вы поняли материал урока, но вам не всегда было интересно, можете поставить себе этот смайлик. Если вы поняли не все, но вам было интересно, можете поставить себе этот смайлик. И если вы, к сожалению, ничего не поняли и очень скучали на уроке, можете поставить себе этот смайлик. Спасибо вам большое за внимание и до новых встреч на следующем уроке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok